ну что всем привет добро пожаловать в новый влог это будет насыщенный влог с тем что произошло за прошлую неделю конечно это не вся моя жизнь но это те моменты которые мне захотелось с вами поделиться и начинаем с моей утренней рутины и возможно это прозвучит не по блогерски но вы должны поверить мне на слова что в жизни это выглядит несколько иначе я просыпаюсь тогда когда еще темно и также собираюсь гораздо быстрее чем вы сейчас видите и зачастую если у меня есть время сделать масочку утром то значит я не выгуливаю собаку а это делает томок а такое бывает довольно редко но это все я снимала уже после моих обязанностей поэтому я так в расслабленном виде могла поснимать все с разных ракурсов но на самом деле я действительно делаю это все утром просто вне камеры и также каждое утро я готовлю детям завтрак в этот раз я делала такие блины для себя с эритролом но для них иногда кладу или сахар или же потом поливаю все медом но рецепт не самый удачный хоть и выглядит красиво перед праздниками я взялась за генеральную уборку детских комнатах мы уже с мальчиками перебрали все игрушки снова бардак на письменном столе сейчас буду зазывать сюда захара пусть убирается это его зона ответственности меня сильно выбешивают ковры в детских комнатах потому что они огромные вот этот 4 с чем-то метров даже не помню насколько возможно на 5 и он зараза периодически скатывается его нужно чистить и это занимает так много сил вот эта машинка вот катышек сто раз успеет разрядиться короче работа на пару дней но я нашла вот такую штукенцию я на самом деле покупала ее еще феврале этого года и она валялась не до этого была и сейчас думаю дай-ка попробуем смотрите стало гораздо лучше конечно мне придется помудохаться и только что игнат этим занимался и захар тер уже одну такую кучку выбросили но вот посмотрите здесь терли дети мне еще нужно пройтись там второй раз и прям реально видна разница так что возможно не все потеряно и не придется менять ковры но уже видите разницу потому что я ее вижу не помню я сказала или нет она из алика я правда думала что она будет больше но стоила недорого я думаю было не было и по моему у нас все сложилось вы довольно часто спрашиваете помогает ли мне кто-то по быту кроме мужа я должна признаться да вот она моя верная помощница она всегда и везде со мной даже если я запряталась в другой комнате меня не напрягают то что она немного мне мешает в принципе если ей сказать перестань то она слушается и просто делает что-то другое но это щенок и всего восемь месяцев поэтому нужно воспитывать иногда я бываю с ней гораздо строже но есть время для воспитания сейчас мне даже сама хотелось не поиграться но было не совсем до этого она выбрала не самый подходящий момент тем не менее по моему ей понравилось то что я делала и вот это вот вся чистота и порядок это действительно очень много работы за кадром как моей так и моего мужа к сожалению или к счастью у меня нет волшебной палочки которая могла бы вот так взмахнуть и волшебные гномы это все сделали бы за нас поэтому работаем я просто не могу в это поверить это все катышки два часа работы но результат вау правда мои руки конечно в ужасе я понатирала себя мозоли томок зашел и говорит вау вот это ты даешь он практически как новый то ли день то ли ночь ничего не понятно потому что постоянно темно это в основном краковская погода зимой так если вам интересно что это такое огромное здесь стоит это томок убрал матрас мы все еще его храним потому что он время от времени нам пригождается так как не хватает спальных места иногда у нас ночуют довольно много людей вчера пропылесосила суждено вообще небо и земля честно вам говорю он реально как новый сейчас томок не врал когда вчера увидел что касается детских комнат то тут я не особо собой горжусь потому что я жду когда томок сложит оставшуюся мебель я еще докуплю вот сюда полочки чтобы расставить все книги у нас книг очень много но они и вот здесь и в других шкафчиках и очень много всего отдали того что уже перечитали и вот из библиотеки захар снова принес гарри поттера лежит и он вообще ребенок который пропадает в книжках мы ограничиваем гаджеты он особо от этого не страдает а вот книги обожает а это письменный стол который мы с вами выбирали еще осенью кресло у нас было может она не самая удачная но захар сказал что менять не надо письменный стол конечно не был дешевым но у него регулируется высота можно поднять даже для того чтобы работать на нем стоя серьезно это иногда практикуют в офисах например ну пока что вот мы будем подгонять под рост детей и когда игнат подрастет я куплю ему такой же для семилетнего ребенка шестилетнего он слишком высокий в качестве даже просто рабочего стола тоже отлично мусорка тут в общем захар занимается это его рабочий кабинет а еще и я докупила вот такие тумбы детям там я же вам говорю богатство ребенка ну чуть-чуть так просто показывала вам что выдвижные также можно закрыть это все на ключик и вот этот сам комод он или как он шкафчик на колесиках очень удобно потому что можно достать и пропылесосить и вместительные также перчатки вижу захара запрятал потом будет искать ноутбук у нас стоит потому что захару каждый день практически нужно делать домашние задания которые у него и онлайн и оффлайн то есть иногда тут какие-то фильмы то ему нужно записать вообще видео выложить в приложение на английском языке тогда он использует телефон в общем не так чтобы совсем был без гаджетов из этого мне кажется сейчас никак и сегодня поеду в икею докуплю вот эти вот стаканчики железные для канцелярии они очень удобны лампа тоже икеа но она не самая кстати хорошая какая-то такая на троечку а это растение захара который он сам выращивал и теперь ухаживает за ними вот когда все уже более-менее устаканится тогда поменяем здесь все местами наконец-то сделаем так как ой должно быть сегодня я хотела бы попробовать приготовить еще одну интересную закуску если принимаете гостей возможно на новый год на какие-то праздники или просто для себя для семьи как сегодня моем случае для этого нам понадобится французское тесто что такое французское тесто это слоеное тесто но у нас продается везде в каждом продуктовом магазине в том числе и в лидле в бедронке это я купила вот у нас тут в местном маркете и тоже вы спрашивали где я брала тесто для пиццы она есть и в бедронке и в лидле точно а в каких-то маленьких я не уверена но мы берем обычное слоеное тесто здесь он называется французское оно подходит как для соленой выпечки так и для сладкой такое универсальное также нам необходим сыр это может быть камембер любой мягкий французский или же бри ветчина у меня это будет не совсем ветчина мяско это прошутто на праздник я буду мешковать и фиговый джем то есть это типа как варенье я купила его в лидле если у вас его нет хотя я уверена что есть оставлю вам ссылку в инфобоксе или название как минимум того который я раньше покупала просто взбрело в голову и вот встретила в магазине но иногда тоже заказывал онлайн там хорошие простые составы если не найдете фиговый джем то можно взять и свежий инжир или же клюквенное варенье и еще для того чтобы немножко это все украсить и добавить зеленушки вот у меня была руккола раскладываем тесто я хочу вам сказать что слоеное тесто это вообще палочка-выручалочка как я люблю говорить в любой непонятной ситуации когда ты спешишь для мало времени нужно много всего подготовить на готовить и из слоеного теста можно много чего сообразить и она всегда получается кстати то есть когда выпекаешь что угодно то всегда все удается ого какое оно большое не буду все раскручивать и теперь нарезаем его квадратиками там плюс минус кстати девочки я читаю все ваши комментарии спасибо за рекомендацию вы посоветовали мне нарезать слоеное тесто ножом для пиццы это реально очень удобно можно конечно взять и обычный но раз он у меня есть надо пользоваться а еще слоеное тесто можно заморозить поэтому будете в магазине купите несколько пачек закиньте в морозилку и потом вдруг что вы достали там за час-другой и вы вооружены на все случаи жизни я надеюсь что моей форме вообще-то ничего не должно прилипать я надеюсь что это не будет тот случай когда таки прилипнет можно воспользоваться также бумажными формочками честно говоря у меня реально 20 минут времени чтобы еще и записать для вас рецепт поэтому я не стану их искать и иногда куда-то как пристрою что-то знаете сама потом еще теперь добавляем прошутто если у вас вдруг его нет можно взять любую другую ветчину какую-то колбаску если вы любите острая можно взять чоризо это такая испанская по моему да острая колбаска она очень прикольно сочетается со сладким тоже и окея оставь пылесос нарезаем по кусочку сыра сыр у меня супер мягкий приклеивается ко мне теперь выкладываем немножко нашего инжирного джема мне очень нравится сочетание соленого и сладкого даже наверное чуть меньше можно класть потому что он сладкий довольно-таки я буду запекать минут наверно 12-15 буду смотреть по готовности а пока наша закуска запекается покажу вам еще один вариант такого согревающего напитка я как-то сама намиксовала недавно получилось очень вкусно я думаю поделюсь с девочками кладем корицу имбирь сейчас стараюсь так частенько покупать имбирь от простуд хорошо помогает дальше айва я обожаю сезонные фрукты и овощи сейчас айва появилась во многих продуктовых магазинах зараза такая твердая так что стараемся употреблять то что сейчас дала нам природа у нас у соседей растет айва такое огромное дерево я все пыталась их купить вечно не было дома незнакомые они живут дальше но она такая ароматная проходишь прямо чувствуется нарезаем дольками вообще не столь важно мне кажется что чем мельче ты что-то нарежешь тем как бы лучше это отдает свой вкус поделитесь что вы делаете из-за и вы возможно какие-то прикольные соусы варенье варенье я бы сделала в термомиксе надо поискать рецепт достаточно половины теперь апельсин апельсины я беру био вообще если я собираюсь что-то там заливать кипятком с кожурой то конечно лучше чтобы это было биоэко чтобы эту всю химию потом не употреблять ее и так достаточно у нас везде правда жизни и чуть-чуть пряничные приправы ну можно добавить корицу кардамон просто она мне есть и я стараюсь использовать то что уже есть заливаем кипятком горячей водой если у вас нет какого-то заварника то прям аж прокипятите это все в кастрюле так будет еще вкуснее вот такая красота у нас получилась пусть настаивается я все-таки нашла свои бумажные формочки так запекать гораздо удобнее достаете из духовки даете там не знаю минутку им чуть остыть и потом они хорошо отлипают во всяком случае с моих форм теперь каждую такую корзинку немножко украшаем руколой я уже несколько таких съела супер и можете нарезать побольше квадратики чем делала я тогда мне кажется что они будут еще более пышными пока я собралась дневной свет уже все давай до свидания немножко припудрюсь а то я блестю как не всегда красилась рано утром плюс наношу крем пожирнее увлажняющий тон на у меня сегодня тональный крем они биби после ретинола кожа конечно суховатая но все равно лицо как такое отполированное сейчас еду с Игнатом в Икею мне нужно вернуть ковер мне нужно кое-что купить по мелочам и наверное мы заодно поужинаем там завтра я буду вся в бегах и возможно не успею ничего сказать только когда приедем буду снимать влог и короче поделюсь с вами планами так как я буду это все монтировать уже после поездки я надеюсь что все получится в общем мы решили с друзьями поехать в Вену на рождественскую ярмарку мы когда-то были там с семьей пару лет тому назад еще до того как был ковид такое впечатление что это было сто лет тому назад в смысле и ковид и поездка и вообще не в этой жизни и как вспомнишь все эти локдауны когда тебе кажется что хуже уже некуда всегда есть куда так что не жалуйся это тоже пройдет 2022 год хочется не то чтобы вычеркнуть из своей памяти а отмотать обратно и чтобы все это не произошло ну жизнь конечно странная штука хочу вам сказать вернемся к рождественской ярмарке мы решили поехать отдохнуть с друзьями и с детьми и когда мы начали искать какие-то апартаменты или какие-то номера в отелях у нас будет аж семь человек поэтому нам нужно было несколько и желательно рядом ничего толкового не было все зарезервировано видимо все хотят посетить эту чудесную супер атмосферную красивую венскую ярмарку мне она кстати даже больше нравится чем в праге поэтому мы решили остановиться в веннерной штат для меня это типа как пригород вены очень уютный такой скромный спокойный и мы всегда там останавливаемся тогда когда ездим отдыхать в хорватию вот особенно когда едешь на юг дорога занимает очень много времени и поэтому мы останавливаемся там гуляем вечером потом ночуем утром дети идут на площадку и с собакой там очень удобно в этот раз мы не берем с собой ее касси потому что боюсь что будет много людей и возможно рестораны куда-то не пустят она очень большая но я думаю что разлуку длиной в два дня мы как-то переживем так что я в предвкушении поездки и хочется вот этой знаете какой-то магии рождества ощущение праздника и чего-то такого доброго и позитивного все побежала за ребенком а то я не успею то что надо мы вернули но не вышли без покупок это по моему вообще нереально когда ты едешь в икею и смотрите что я там нашла там из года в год продаются пряничные домики но они большие у меня пряничный домик еще есть тот который подарила настя малым и все никак не соберет а я взяла вот такие маленькие и мне показалось что это будет прикольно потому что каждый сможет украсить свой домик и когда вернемся мы займемся этим с детьми у меня как раз есть очень похожие звездочки и самое прикольное это кондитерский клей я вообще не знала о существовании чего-то такого то есть видите им можно склеить вот эти домики и если останется то я предложу насте собрать и тот большой который ну знаете уже такой с выдержкой несколько лет есть мы его скорее всего не будем но собрать его красить будет интересно настя любит всякий такой движ но он реально очень большой я не знаю не могли придумать что такое сделать самим чтобы потом это посклеивать я видела что такое типа как глазурью все это заливают но мне такое не нравится надеюсь это сработает бренд Эдкер доктор Эдкер если не в Икее то я уверена что где-то еще это все есть и также взяли бокалы на праздники у нас не было вот таких больших ну как точнее когда-то были но они поразбивались и для пироля тоже подойдут они недорогие и для венца шесть штучек они периодически распроданы но видимо как раз была поставка а механизма для звезд уже не было а мне нужно было докупить один я же вам говорила так что мне самой не хватило Захар просит повесить звезду но нет теперь такой возможности разве что онлайн поищу где-то ой как хорошо я собираю вещи тут как раз доставили мою посылку причем супер быстро я так понимаю из гданска я купила себе вот такую шубку еще шапку также свитер сейчас не успеваю это все примерить но это то что будет на мне дальше во влоге потому что я однозначно беру это с собой в общем я ради интереса просматривала шубки макс мара и потом инстаграм подсунул мне профиль бренда таранку это польская марка я вспомнила что пару лет тому назад они рекламировались у польских блогеров и еще тогда многие хвалили качество сейчас вот я купила и сама в этом убедилась в кракове в галерее краковской у них есть стационарный магазин я тоже раз там была на распродаже но ничего интересного не нашла тут взяла свитер с хорошим составом он с шерстью взяла себе размер 36 для того чтобы он был свободненьким цвет очень красивый такой бежево-тауповый немного меланжевый и шубка милейшая она с шерстью ну вообще все конечно на высшем уровне и подкладка здесь есть она на кнопочках и я вообще хотела себе подобного плана шубку но знаете у меня есть белая из манго она супер и сейчас огромное количество но я хотела что-то прям на зиму знаете чтобы было теплое я думаю что она будет хорошо греть я как раз в поездке все протестирую еще вот эта шапочка такая пушистая она тоже шерстяная да вот и они были в нескольких расцветках мне нравится то что она в стиле бини то есть не маленькая знаете не будет обтягивать голову так что практически собрано осталось еще раз повесить стирку детскую забросить штаны взять обувь и сумка тоже едет со мной а сейчас я приглашаю вас такое небольшое увлекательное путешествие по рождественской вене мы были там не так долго тем более мы отдыхали с друзьями я встречалась со своей подругой наташей нафи наверняка многие из вас ее знают так что мы много болтали за кадром ели вкусно в разных ресторанах очень-очень много гуляли побывали наверное на большинстве ярмарков мы пили пунш оказалось что есть несколько разновидностей такого количества я даже нигде не видела и вену просто изумительно украсили это не может не заряжать это не может не радовать и господи это были самые классные выходные или одни из самых классных за весь этот год я отдохнула душой я впитала в себя все красоты я увидела столько всего интересного и знаете в жизни бывают такие люди с которыми ты видишься не каждый день не каждый месяц возможно даже не каждый год но когда вы встречаетесь или созваниваетесь вы не можете наговориться и вот Наташа это очень близкий по духу и человек для меня и она действительно очень милая добрая и сердечная в жизни а не просто где-то там на видео и искренняя и мы были вместе два дня с детьми вот с семьей да с Наташей я написала ей заранее мы договорились встретиться и супер я ей благодарна за то настроение которое она в частности подарила нам в эти дни было очень здорово уютно вкусно интересно мне бы очень хотелось повторить такую встречу как можно скорее спустя десять километров мы таки дошли до главной ярмарки вены но по-моему у нас уже нет сил ничего пить и есть просто посмотрим ну слушайте мы все оценили здесь правда сказочно вот еще бы снежок пошел было бы вообще фантастически но не жалуемся дальше идем гулять хотя сил уже не так много удивительно мы сегодня так мало спали но все как-то так заняты дети в том числе что даже никто не жалуется я думаю что они очень быстро уснут а это наверное типа как у нас в кракове вертебы и здесь много я сниму парочку для вас а вот здесь еще такая педалька и когда нажимаешь то играет музыка правда вот это пластиковое не знаю стекло или что это быстро пачкается или царапается интересно у нас в кракове они совершенно другие мы обязательно поедем с вами на рынок на главную площадь и я покажу вам по-польски это называется шопка к сожалению не знаю как по-русски но это такая сценка с рождением Иисуса и в Польше иногда даже можно увидеть живыми животными переодетыми людьми ближе к праздникам обязательно где-то будут в разных частях Польши в разных городах мы хотели конечно на завтра это все оставить но мне кажется что именно вечером здесь еще красивее потому что все подсвечено много всяких фигурок колени шарики и так далее звездочки даже вот как будто звездное небо очень здорово честно говоря я не припоминаю такой ярмарки вот когда мы были пару лет тому назад возможно мы сюда не дошли а может ее просто не было но если вы будете в этих краях то конечно могу вам рекомендовать это восторг даже если у тебя совершенно нет настроения попадая сюда ты окунаешься в эту рождественскую атмосферу и вот издалека я думала что это какие-то шарики это на самом деле сердца на дереве оно большое и полностью украшено и вход с этой стороны сделан в виде елочек и очень много людей вот здесь кстати уже меньше толпа чем пару часов назад я думаю что холод всех распугал но не нас это место я показывала вам когда осенью мы были здесь с Микушей здесь прикольные лавочки стоят и сейчас тоже организовали ярмарку здесь чуть меньше людей и интересно что внутри все в таком современном стиле а снаружи это старинный дом и не скажешь что здесь такое бетонная стена летом здесь конечно немножко по-другому но слушайте время праздника не менее прикольно наконец-то мы заселились в отель обошли всю Вену дома купил себе пивасик и Шимону здесь вот такая кровать очень компактно чисто и тепло будем ложиться отдыхать у ноги у меня отваливаются вот собственно говоря шубка я в ней совершенно не замерзла вот даже ногам тепло такая удачная длина зимой будет отлично сейчас как бы тоже зима только руки я конечно отморозила хотя была в перчатках и лицо что у меня в моей дорожной уходовой косметичке это проверенные средства которые вот в маленьких упаковках я могу без раздумий схватить косметичку и поехать только добавила крем под глаза потому что маленькая баночка закончилась и у меня кстати нет пустых сейчас довольно сложно их купить это масло для демакияжа и влом оно дорогое оно очень хорошо очищает кожу и также увлажняет ее здесь супер состав у меня было несколько миниатюр и всегда с удовольствием использую до конца увлажняющий гель для умывания ЦРВ особенно в холодное время года супер также такая масечка от Эмма Харди это масло для лица его нужно совсем чуть и оно отлично питает кожу вот если когда-то встречу полноразмерную то тоже купила бы и универсальная штучка это крем для лица от Доктор Джарто он хоть и гелевый, но он хорошо увлажняет кожу и восстанавливает защитный барьер я не взяла с собой никаких активных сывороток потому что перед поездкой я не пожалела для себя на ночь ретинола и понимаю что лучше даже витамин С убрать на несколько дней только улажнение и восстановление нравится мне он крем под глаза от Клаше питательный а вот это еще спрей покупала как-то такие баночки пикси по-моему с розой бальзам для губ клиник он у меня был в каком-то наборе тоже хорошо устраняет сухость губ и восстанавливает даже после матовой помады или после того как они обветрились гуаша это я буду использовать завтра вот сейчас нанесла увлажняющую маску предающую предаю господи я очень устала предающую сияние кожи пиларга у меня была полноразмерная и вот такой небольшой мне хватает на несколько раз сейчас пойду проверю спать ли детям потом смою маску и нанесу все остальное завтра у нас снова насыщенный активный день и я надеюсь что мы снова встретимся с Наташей и Наффи сколько бы у нас не было времени мы все время будем болтать и всегда найдется о чем поговорить доброе утро сейчас мы идем гулять по небольшому городку а дальше отправляемся снова в Вену я вам говорила что мы останавливаемся в пригороде идем сделать чек-аут я уже кардинально утеплилась дети тоже слава богу не замерзают и идем гулять наслаждаться видами вкусно есть и прекрасно проводить время между прочим в этом отеле в Хилтоне какие-то феноменальные завтраки хочется съесть все но не может потому что выбор огромный и очень много людей сегодня было на завтраке многие с детьми то есть я так понимаю что это как перевалочный пункт когда кто-то едет дальше или когда кто-то не смог так как мы найти жилье по адекватной цене в Вене а здесь не очень-то и дорого городишко небольшое но здесь тоже есть ярмарка и вечером здесь все в подсветке и работа так как утро еще все закрыто очень мне это все нравится и всегда здесь много пожилых людей отдыхают как утром так и днем и вечером ну холодновато да какая милота мини джемы какие-то оливковые настойки еще что-то с фигурками типа как на удачу я возьму тоже парочку на подарок боже эти ярмарки здесь просто повсюду даже в городишке таком совсем небольшом их несколько здесь уже есть люди продают что-то хендмейт региональные продукты играет музыка и люди пьют глинтвейн в 11 часов утра почему бы нет холодно все-таки согреваются сырые колбаски и всякое такое ой даже снег пролетает было бы здорово если бы он пошел пришли в шон брун в детский музей здесь оказывается рядом такой движ очень много людей везде все что-то пьют и едят а я пытаюсь найти наташу но это не так просто я должна сказать боже я такого еще не видела очень красиво смотрите это гвоздика приклеена очень оригинально все фотографируют снимают здесь много разновидностей видите тоже из приправ как симпатично Игнат тоже жаловался а теперь заинтересовала ребенка мы ищем чтобы нам поесть а это батат крутится и потом это все поджарится типа как чипсы картофельные в музее можно переодеться есть бесплатные за вход платишь а дальше бесплатные наряды для детей для мальчиков и для девочек Томэк тебе очень красиво такая я типо правее Игнат реально больше всего идет только это платье готов Сахар просто обалденная граф граф Томаш боже мой какая это ржачка я не помню когда я так смеялась для взрослых тоже есть платья шапочки короны но я подумала что короны выбирают все а я возьму себе шапочку и буду прислугой боже боже смешно ха 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 вот 19 века мне интересно было бы посмотреть их бьюти зубные щетки паста для зубов какие-то ножи ну и здесь тоже расческа и что-то непонятное вот для чего например такие длинные палочки страшно представить губка какой-то шарик не знаю даже для чего расческа зеркало кстати красивые представляете как это вообще сложно все это начисать за этим ухаживать и как это тяжело носить на себе классно придумали для детей что оставили парики и расчески и можно самим сделать прически может Захар будет парикмахером он так шустро работает мама не горюй просто я надеюсь у меня останутся волосы после такого расчесывания какие красивые камины все-таки и это еще знаете я предполагаю такой более скромный вариант куда еще сейчас поставили искусственный огонь но вот это все нагревалось от огня и долго отдавало тепло мне даже дома такой нравился бы немного быта и вот я помню что у моей бабушки в лосиновке тоже была такая штукенция для стирки вот реально такая же я помню как она стирала все вручную говорю у бабушки в Черниговской области даже такое было как вам такая детская комната шикарно это еще знаете с ранних лет приебают вкус наверное я не знаю но сейчас тоже это все симпатично выглядит даже собака будет королевский столовые приборы тех времен все застекло чтобы ничего не испортили разбили случайно но все все есть спи на я м все Субтитры сделал DimaTorzok На этом я буду заканчивать свой влог Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно Не забывайте поставить пальчик вверх Это огромная поддержка для меня, как для блогера И также это мотивирует снимать дальше Делиться тем, что я вижу, как я воспринимаю то, что меня окружает Делиться своими мыслями, каким-то опытом, настроением И вместе продолжать радоваться этой непростой жизни Всех целую и обнимаю Пока-пока До новых встреч уже совсем скоро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok